Друзья, всем привет, всем доброе утро, сейчас время 3.30, полчетвертого утра, я специально встал пораньше в этот прекрасный день, чтобы поздравить всех милых дам с этим прекрасным праздником, международным праздником, женщин, 8 марта. Друзья, желаю вам, чтобы вы оставались такими же прекрасными, просто прекрасными, какие вы у нас есть, потому что мы без вас, никуда, вы для нас все, потому что еще раз, бабушки, женщины, девочки, ну все-все-все поздравляю вас с прекрасным праздником, 8 марта. И сейчас я еду уже с самого утра в Эзеркраст, мне нужно забирать гостей из Франции и везти их в аэропорт, как говорят, погостили и хватит, пора ехать домой. Летят они на самолете через, получается, Паланга, Рига, Париж, вот, и нужно их везти сейчас вот именно в Палангу, потому что нельзя их сразу везти в Ригу, их нужно именно посадить в Паланге. А там они прилетают где-то, кажется, у них самолет сейчас 6, прилетают часиков 7, даже если не раньше, и из Риги у них самолет только, кажется, в 4 вечера, так что они весь день будут в аэропорту. А почему такие пересадки, потому что с такими пересадками, кто летает, знает, что билеты намного дешевле, чем на прямой рейс. Заходи. Спасибо. Иоанн, готов ехать домой? Нет, не готов. Готов, готов. Так, держи свою сумочку. Вот мы приехали в аэропорт, Палангу. Чемодан. Вот такой небольшой аэропорт. Больше чем у нас. Ой, папа, что ты, люди ужасы. Палушка, идешь? Зашли мы в аэропорт. Там вот можно взять кофеек, здесь играет музыка литовская. Здесь разные какие-то достопримечательности. Прикольные бракушки. Сейчас поищем, где посадка у нас будет. Те, кто прилетает в Палангу, сразу могут найти такой вот телевизор. И Паланга строительский гид. Можно посмотреть, куда вы хотите поехать. Все эти достопримечательности. Все, куда нужно. Смотрите, какая красота. О, интересно. Сейчас надо будет съездить как-нибудь посмотреть. По Литве она уже будет сделать такой мини-тур. Ну все. И вот сейчас проходит это самое, security. Security проходит и пойдут уже нестудив. Надо зайти заплатить в кассу за машину, что мы въехали в аэропорт, в эту зону, на стоянку. Сейчас я посмотрю, сколько будем платить. И вот, вот мы заплатили 1 евро. В течении 20 минут мы должны отсюда выехать. Поехали, бабушка. Ну что, я уже приехал обратно в Глия-Плепую. Отвез бабушку домой. Сейчас еду домой к своим девчонкам. Буду их будить. В школу собирать. В садик. Идем домой с букетами в тюльпанах. А почему? Это тюльпаны для Настюшки. Господи, какой ветер. Друзья, еще раз всем привет. Мы сейчас приехали с Настюшкой и с Максимкой на тихосмотр. Почему я и выбрал именно этот день, именно 8 марта. Потому что я взял с тобой талисман Настеньку. Может быть пройдем сегодня на тихосмотр с первого раза. Так что будем надеяться, что мы пройдем. Кто с нами уже давно, уже годик, как минимум, мы тоже самое приезжали сюда, в это место, через год. Год назад. И так же самое было Настенька со мной. Мне кажется, мы прошли с первого раза, да? Потому что я... Ну я точно, я не помню. Надо будет пересмотреть видео. Прошли. Прошли, точно. Прошли с первого раза. Тихосмотр в Латвии проходится раз в год. Также платится дорожный налог и за тихосмотр. И так как у нас большая машина, у нас дорожный налог получается 174 евро. И так как, друзья, я многодетный отец, мне государство дает скидку 50%. И получается что? Что 174 отнять 50% это получается 87 евро дорожный налог. И получается 26 евро сам тихосмотр. Вот получается... И общая сумма получается 119 евро. Слушайте, ребятки, меня хотели... Меня попросили выйти с машины и на улице такой ветер, Максимка спит на руках. Я думала, где мне быть на улице? А мне мужик говорит, можете подождать в помещение ожидания. И тут прямо есть такое помещение. Получается, вот там бокс прямо, где машины проверяют. Здесь проверяют... Сейчас я встану. Там вот машины проверяют выхлопные газы, свет. Он будет заезжать сюда. И здесь уже будут всех проверять. Я даже не знала. Я просто в шоке, что здесь такое помещение. Даже розетка есть. Прекрасно. Так что мы здесь посидим в тепле. Макс поспит. Сегодня у нас, кстати, 8 марта. Наш папа вас поздравил. Я тоже поздравляю. Хотя я очень люблю когда поздравляют женщин друг друга. Честно. Сегодня мне присылали очень много женщин сообщений, картинок разных. И никому не ответил. Я не знаю. Мне даже не нравится когда женщины друг друга поздравляют. Так что, не обижайтесь. Так, он поехал. Честно говоря, он сказал, что если он пройдет тихоосмотр с первого раза, то он очень удивится. Ну, посмотрим, как будет. Как быстро время летит. Вроде совсем недавно мы здесь были. Я еще беременная была. Помню, от раз работы отпросила, чтобы с ним съездить. Эх, и уже год прошел. Кстати, Максу вчера было 7 месяцев зайчику. Даже такой большой. В общем, он мне какими-то знаками сказал, что-то с колесом. Видимо, не пройдем точно. Тут даже туалет есть. Слушайте, ребятки, очень прикольно. Красота. Следующий этап. Скоро на им закончится. Тут, наверное, ничего интересного, да, ребятки? В каждом городе, в каждой стране одно и то же на тихоосмотре. Друзья, мы уже дома. Сезли на тихоосмотре, как я и думал. То, что я тихоосмотр не пройду. Я знал, что у меня две проблемы в машине есть и из-за этого я не прошел. Дали мне на месте с больничной и в течение месяца я должен эти причины устранить и потом через месяц опять уже приехать и пройти тихоосмотр. Будем делать. Друзья, сори, сори, сори. Появил камеру. Вы знали, что мы проводили конкурс на мультизавров и разыгрывали два билета. И сейчас вот эти вот два билета мы везем нашей победительнице. И напишите нам комментарии, кто из вас точно идет на мультизавры. С кем мы там встретимся. Потому что было бы прикольно встретиться с вами. Билеты мы отдали. Им было очень приятно. Очень-очень. А сейчас мы едем к любимой тёще поздравить. Поздравить её с праздничком 8 марта. Я своих девчонок сегодня пригласил в черепицу поставить таких с 8 марта. Но они мне сказали, мы хотим хэсбургер. Так что, друзья, мы сейчас едем хэсбургер. Да, дети? Девочки? И они какие-то недовольные. Папа, ты чё, без цветов не поздравил? Я говорю, ну цветы завяну. Просто уходить и есть цветочек, у мамики есть носочка, у мамы есть у танка, у меня ничего. Только вот это. Ой, как тяжело с этими девочками. Это прикольно. Я закрыл, закрыл машину. Всё, бежите. Ой, бедите, бежим. О, бед, ну лакус, 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 так что нам не светит сегодня. Прощадка закрыта. Я не знаю, короче, где чё, ли девчонки? Вот картошка, Макс уже у нас кушает картошку, фришку. Плохие родители, да? Фришкой кормят все месяцев. Кольчка, закатай рукавчики, дочь. Что ты там себе взяла? Я обычно. А где твой бургер? Это без лука, дочь, слышишь? Да. А у нас как-то бургеры, торфили. Это табличка без лука, Ну что? Мама. Ты же себе что брала? Я. Елена, задай сейчас. Мой папа пришёл. А ты папа? Ммм, папа. А мне папа говорит? Да. Папа, у меня теперь папа, папа, у Элика, у меня тучиточка, а теперь у меня тучиточка. Да? Мы сейчас поедем, поздравим бабушку мою, а потом поедем, поздравим ещё раз тёщу папу, пытаемся, а то, где нас уже... А ты не сказал? Бегал к ней, да, её дома не было, а цветы я оставлять не хотел. Так что, день продолжается. Пока у нас ужасная погода, да? Тебя не слышно? Мои первые семьи. Меня слышно. Пойдёмте что-то. Привет. Привет. Бабуля, привет. Мы тебя поздравляем с Сосомарта, ты, конечно, отдыхаешь, мы с тобой сегодня были в Литве, но всё равно мы приехали и тебя поздравили с Сосомарта. Спасибо. А это вот только тебе цветочек сделали. Какой цветок. В общем, прошла одна секунда, бабушка, наши, мои мужики поздравили бабушку. Пошли, теперь дальше. Пока мы стоим опять в пробке, мы даже сейчас до сих пор не можем доехать до тёщи, поздравить её. Мы оба заехали, заезжали в магазин в промо и задавали, я смотрю, постоянно едет машина, вот постоянно Сезар Красок, чёрная машина. Чё он от меня хочет? И дышит, и дышит машина. Мы поехали. Промо остановили, всё, оказывается, эти наши подписчики, друзья наши решили поздравить моих девчонок с 8 марта. Мои девчонки очень были рады и вам передают привет, ещё раз говорят, спасибо большое и я тебе тоже лично говорю спасибо большое. Нам было очень-очень приятно. Супер. А вообще, друзья, мне не нравится это слово подписчики, мне нравятся более друзья, всё. Так что, перовы, вы наши друзья, самые прикольные, самые лучшие. Ещё раз говорим вам спасибо большое. Сейчас очень красиво наблюдать, как девчонки делят свои цветы, потому что каждая хочет, чтобы цветы стояли у неё в комнате, чтобы у каждого была своя ваза. и главное, если тюльпаны красные, не перепутать, где чей, понимаете, это очень интересно смотреть. Очень. И Поля уже поставила первую розочку свою, да, беленькую? Я извиняюсь, Монечка тоже с твоей букетик, видите, как она такая? Короче, я не буду показывать, где всё стоит, но у нас закончились вазы, и уже в ход идут разные ребята, к Монике на выпускной приходим с вазами. Цветы и сразу же, чтобы они были в вазах. Сынулька, а ты не понимаешь, что происходит, да, что наши девки с тобой бегают туда-сюда, туда-сюда с цветами, с вазами, да, сынуль? Оп-оп! Сынулька, мы с тобой молодцы! Девок своих поздравили, да? Супер! Оп-оп! И Ева тоже. Восьмое марта продолжается, он даже посуду побыл. И вы должны были в астернаме прочитать, что я про Настеньку написал 10 фактов о Насте. А, глазами мужа, да, он так интересно написал. А 10 фактов сейчас вот происходит у нас на кухне. Какое-какое? Что? А, вынос мозга? Терпи, мужчина, твой день, 23 февраля. Ничего, зато 9 марта. Короче, мы пришли, как бы, как сказать, с кафе и делаем себе ужин. Мы запекаем картошку. Второй день подряд одно и то же делаем. Ее не надо выкладывать, все в миску надо кинуть сначала. Всю картошку. Друзья, главное, в миску кинуть картошку. Короче, только здесь маловато, вчера было больше, но у нас картошки не было, мы не купили. Сколько есть, то поесть. В общем, я ему говорю, давай я буду делать, он говорит, нет, хочу сам запомнить рецепт, видать. Сюда надо соль, перец, паприку красную, масло и чеснок сухой. Соль. Так, сначала специи. Все. Не делай, я поснимаю. Нет, ты не сказал, хочу делать. Это побольше. Я не знаю, слушай, ну на глаз надо. Давай. Не сыпается ничего. Не сыпается, вот все, сыпается. Это чеснок сухой. Дальше. Что ты на меня давишь, а? Тань, это опять берем острый перец. Это обычный перец. А мне не надо его. Не надо, что тут у нас появится? Паприка. Красная. Это не острое, это просто паприка. А, там еще ананья. Ананья дай. Травки. Ананья. И масло. Давай. Ананья сам буду сыпать. Теперь это все надо перемешать ручками. Хватит. Да, еще чуть масла. Перемешай ручками и выкладывай на бумажку. Вот такая красивая картошечка получается. Такие ароматы просто офигеть. И все это дело выкладываем. Вчера у меня пожарилось было 180 градусов. Минут 40 было. Но она такая миленькая, видите? Посмотрим. Сейчас сделаем побольше температуры. Может 200 сделаем, чтобы побыстрее было. Вот. Нет. Ты прям вываливай ее. Что-то мы еще два часа будем вот так вот по две штучки вываливать. Шахмат на порядке. Пойди. Вот это, зачем ты помыл руки еще вот это все туда, чик. Шучу. И раскладывай просто. Не надо в никаком шахмате. Вот. Еще у нас есть наггетсы. Мы в промо купили. Можем их поджарить. Потому что мы мяско не разморозили. Ну, ничего страшного, да? А вот скажи, вот как мясо это? Да не надо, аж пошутила. А ты от руки изменишься. Блин, а сейчас завтра будет взятый латом. Молись, я тебе говорю, я тебя предупреждаю при всех, при свидетелях. При свидетелях. Сотелись, по-моему? Иди сраться. Поболочки. Да. А теперь разложи картошку, потому что здесь очень много свободного места, а она друг на друге. Что, серьезно, что ли? Ну, дай мы быстрее приготовиться. Молодилось лицо. 11 пункт про тебя еще. Какой? А я тоже удивилась, что ты всего 10 при меня фактов написал. Потому что ты просила только 10. Ну, потому что такой челлендж. Челлендж? а что 11 ты при меня хотел рассказать? Нет, не скажу обидишься. Все. Я не обидчивая, ты это тоже мог написать. Так, наша картошка готова. Смотрите, какая она получается вкусная. Какие здесь ароматы. Кстати, а, вчера делала соус. сметана, майонез, такой чесночок, специи разные. И вот этот соус очень-очень вкусный, нам очень понравился. Хлебушек в Фромо купили. Там такой мягенький был, вкусненький. Сейчас жарим наггетсы и будем кушать. Дети, дайте мне видео записать. Пожалуйста. Полин, Милен, друзья, ладненько. На сегодня мы будем заканчивать видосик. Да, мы сегодня ничего больше снимать не будем. Настенька уже моет Максиму. Дети сейчас весятся. Еще раз хочу поздравить всех вас с этим прекрасным днем 8 марта. И напишите, пожалуйста, как вас поздравили ваши вторые половинки. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы смотрите нас. Спасибо, что вы подписываетесь на наш канал. Ставите пальчики вверх. Пишите комментарии. Мы это очень ценим. Так что, друзья, еще раз, друзья, на сегодня АТАТА.